Здорово, чуваки, аудиофилы! Сегодня мы с вами поговорим о вот таких вот интересных наушниках, которые называются Kiwi Ears Melody. Чувствуете, в воздухе запахло весной? Это мелодия, мелодия играет. Все-таки как-никак хай-рес наушники. 5 Гц, 5 Гц, 40 КГц, вы прикиньте? И это все планары, друзья мои. Да, это планарные наушники, которые играют от 5 Гц до 40 КГц. Давайте глянем распаковочку, а потом уже подробнее поговорим о их звуке. Приходят наушники вот в такой вот миниатюрной компактной коробочке с логотипом Kiwi Ears, Life's Music, планар, мелодия и Yen. Ну и на торце указываются характеристики наушников. 12-миллиметровый планарный динамик, частотная характеристика 5 Гц, 40 КГц. Это хай-рес наушники, сопротивление 18 Ом и чувствительность 102 дБ. То есть будьте готовы запастись мощным источником звучания. Внутри вот такая картонная коробочка из плотного-плотного твердого картона, так что наушники дадут целости и сохранности, как бы на почте не старались их угробить. В общем, вот они расположены. Прелесть. Kiwi. Kiwi-ушки. Поверхность сделана из алюминия, сам Faceplate. А корпус наушника сделан из пластика. Какая-то то ли смола, то ли как они это называют. В общем, пластик какой-то. Это алюминий холодненькая. Ну или силумин какой-нибудь. Звуковод наушников прикрыт вот такой вклеенной сеткой. Под ним мы можем разглядеть просто отверстие, ведущее к планарному динамику. Сдается мне, что сетку здесь можно менять, потому что видно следы клея и внутри под сеткой. И судя по всему, это такой мягкий клей, когда ее можно снять и поставить назад. Вроде бы как-то так. Ну, красивенько сделано. Аккуратные, симпатичные. Имеется эргономическая выемка вот здесь для уха. Небольшая такая выемочка. Что еще в комплекте? А все, пожалуй, комплект небогатый. Два вида амбишур. Одни амбишуры идут с широким соплом. Вторые с узеньким соплом. С узеньким это басовые амбишуры. С широким соплом это вокальные амбишуры. И провод. Но провод неплохой. Провод здесь медный. Монокристаллический. Бескислородный кабель. 0,78 пин идут. Два коннектора вот таких. Красный, это правый. В общем, конечно, видали мы кабели и побогаче. Но и, видали, гораздо-гораздо похуже. Вспомню все те же самые KZ. Не устану я пинать их за их кабели и вообще комплектацию. Здесь все добротенько. Кабель, да, не самый плотный. Но, в принципе, его вполне достаточно для этих наушников. Хорошо, комфортно играют. Давайте поговорим о звуке этих прекрасных малышей. Ну что ж, друзья мои, мы возвращаемся снова в студию и поговорим же более подробно о звуке этих наушников. Как всегда, я делаю какие-то определенные выписки в процессе прослушивания. И давайте начнем с этих выписок. А потом, когда все досчитаем до конца, уже, наверное, приступим к какой-то неформальной части. Я вам даже графика ЧХ сегодня нарисую от руки. В общем, поехали. Первое, на что я обратил внимание в этих наушниках, то, что они имеют звучание, схожее с открытыми наушниками. У меня в коллекции есть несколько пар наушников полноразмерных, открытого типа. Аудиофильских и немецкого производства, и CHI-FI. Так вот, я вам скажу так, что когда вот эти внутриканальные закрытого типа наушники начинаешь прослушивать, складывается ощущение, что они имеют открытую конструкцию. Они довольно широко играют, с приличной воздушностью. Очень нравится мне это дело. Очень. Возможно, в этом еще принимают участие вот эти амбишуры. Опять же, еще раз, это не реклама амбишур. Это амбишуры Clarion. Try Clarion. Вот у меня с ними прям сходится, так сказать, синергия какая-то своего рода, что ли, можно сказать. Но вот эти амбишуры прекрасные. В плане, я их к любым наушникам ставлю, и везде они заходят. Понимаете, везде они заходят. Здесь комплектные амбишуры я не слушал даже. Не знаю, что они себе представляют, но вот Clarion хорошо звучат. Далее. Бас ощутимый и мощный, что не свойственно планарным наушникам. Это на самом деле не совсем так. Сейчас стали делать планары с хорошим мощным басом. Вот недавно обзор был на предыдущую модельку. Ну, не буду в этом видосе упоминать их. Те наушники, ну, там тоже был хороший бас, но там был не настолько мощный. Здесь прямо долбит. От 5 Гц играют, ну, представьте, да. Понятно, что 5 Гц не услышите. Большинство наушников уверенно играют бас от 25 Гц. Даже где написано 20-очка. Я всегда тестирую, у меня есть тестовый диск, аудиодоктор. И там частотки тестирую, где действительно начнет нормально слышаться бас. Так в большинстве наушников нормально, более-менее нормально, бас начинает слышаться от 25 Гц. В этих от 20 Гц он уверенно наваливает. Прямо уже ты чувствуешь эти вибрации. Вот насчет баса, кстати, еще хочу сказать, что здесь бас ощущается иначе, нежели в других наушниках, даже бас-хедных. Есть у меня несколько моделей бас-хедных наушников. Эти интереснее всего играют бас. Он здесь чувствуется. Вот знаете, как колонка долбит мид-бас, низкочастотник у тебя и жопа вибрирует и в грудах бьет мид-басом. Так вот здесь ты ощущаешь бас прямо внутри, в ушах. То есть он бьет по перепонкам, причем не на высокой громкости, а на средней громкости он лупит так, что ты прямо ощущаешь его внутри. Он качает этот бас, бум-бум, упругий, хороший и мощный. Наушники замечательно подают бас и получше даже некоторых динамических. Получше даже большинства динамических наушников они подают бас. Очень вкусные в этом плане наушники. Давайте я, наверное, сразу какую-то вот такую линию проведу. К чему эти наушники отнести? Аудиофильская эта модель или меломанская? Изначально я хотел сказать, что это только меломанская модель и никакой аудиофилии здесь абсолютно нет. Но я их уже несколько дней как получил, как тестирую и слушаю. И с каждым днем я к ним прислушиваюсь все больше, я к ним привыкаю все больше. И начинаю в них улавливать какие-то аудиофильские детальки. Детальность, детализация, все на месте. Но вот я хочу сказать, что это не совсем аудиофильские. Но выслушивать в них тоже можно различные нюансы. Прежде всего, конечно, это меломанская модель наушников, где хочется реально трясти хайером и притопывать ногой, головой качать. Вот это именно такая модель. Но и при желании аудиофил найдет в них к чему прислушаться и где начать выслушивать. Потому что чем дольше, еще раз повторюсь, слушаю эти наушники, тем больше они проявляют себя как какие-то не то чтобы техничные, но не только мелодичные, понимаете? То есть они не лишены вот этой такой легкого налета аудиофилии. В них можно выслушивать как такого начального уровня аудиофильские наушники, да. И какие крепкие-крепкие меломанские, где ты слушаешь и просто тебе нравится. Хорошо звучат. Это факт, которого не отнять. Саб-бас сливается с мидом. И эта однородная масса воспринимается естественно. Друзья мои, да, это правда. Обычно саб-бас бывает зачастую играет отдельно от мида. То есть саб это низкочастотное звено. Мид это такой более панчевый бас. Выпуклый такой пым-пым-пым-пым. Вот это вот мид-бас, который толчком пяткой в грудь, как говорится, бьет. Это мид-бас. И в основном они как-то разрозненно чувствуются. Саб-гудящий. И мид-бас наколачивающий. И здесь это как-то вот в однородную массу сливается. И бас такой бум-бум. Это очень прикольно. Он прям тумкает так. И низкочастотник, и мид, они вот как-то вместе, понимаете. И это очень круто. Мне лично заходит такая подача. Мне очень нравится. Мид плавно заползает на среднечастотный диапазон, не привнося, впрочем, при этом грязи. Да, кстати, тут, наверное, надо сразу сейчас нарисовать вам АЧХ наушников, чтобы вы поняли, что вообще я имею в виду. Давайте займемся этим. В общем, ребят, АЧХ наушников, я не знаю, я не искал ее в сети, АЧХ наушников. Изначально, когда начал прослушивать их, у меня в уме сложилась приблизительно вот такая АЧХ, которую вы сейчас увидите на своих экранах. Потом я полез и, естественно, нашел АЧХ. Она немножко отличается от того, что я услышал. Но в целом это очень будет похоже. В общем, изначально я услышал это вот так вот. У них мощный бас идет. Тут надо сделать 1 кГц. Это заход на 2 кГц, заход на 3 кГц. На 5 кГц я не услышал. Там на 4, 4,5-5 кГц, вот здесь. Я не услышал какого-то яркости, какого-то выделения. Поэтому здесь обычно же пик делают на 5 кГц, где четкость, вся разборчивость считается. Здесь этого нет. Но при всем при этом, планарный динамик способен выдавать в данном аспекте даже без пиков. Обычно здесь пик идет на 5 кГц, 4,5-5. В данном случае, мне кажется, это как-то вот так вот выглядит. Дальше идет плавный спуск, я считаю. И где-то на 8 кГц небольшой горбик вот здесь вот есть. Но он ниже вот этого, блин, ниже вот этой полки, короче. Это где-то 8 кГц. Дальше идет шалтай-болтай. И где-то на 11 кГц идет печок. На 13 кГц и где-то на 16 кГц. Там дальше у меня нет эквалайзера. Я не смог толком проверить. Но дальше, скорее всего, все ровно. Ровно вниз идет. Здесь идет 13 кГц. Здесь идет 16 кГц. Так вот, я как хочу пояснить этот график. Вот так поплавнее здесь дорисуем, потому что что-то я слишком круто нарисовал. В общем, бас идет даже повыше, наверное. Вот так вот его возьмем. Тоже немножко не так поторопился, нарисовал. Но вот приблизительно вот так вот я ощущаю эти наушники. У них нет какого-то резкого спада вот здесь в области, собственно, мидбаса. У них мидбас прям сильно хорошо заходит на середину. Но грязи здесь нет на середине. Что я об этом потом тоже немножко уточню. На середине вот здесь грязи нет нигде. Хотя бас идет далеко. Я планирую. Я склоняюсь к этому, потому что идет именно планарный динамик. Не динамический. И, вероятно, именно планар не дает такой грязи на мидбасе, которая заползает на середину. А заползает 100%. Потом идет небольшой провал на килогерц. И идет плавный. То есть обычно как бывает. Два с половиной пик идет. Ну, большинство наушников там. На трех пик идет. На четырех немножко просадка. Там на пяти пик. Там на восьми пичара идет обычно. Здесь другая абсолютно АЧХ. Здесь она такая плавная, ровная, очень приятная. Чем-то отдаленно мне напомнил Сенхайзер 599. Полноразмерные, большие, открытого типа наушники. Она мягкая. В то же время она звонкая, сочная АЧХ. То есть такая сигнатура звука, которая свойственна, мне кажется, Сенхом открытым. Таким мягким домашним тапочкам, как говорится. Вот опять же, здесь нет яркого выделения области вокала. Вот здесь вот ее нет. Области вокала. Но при этом голос не пропадает, не проваливается никуда. Он слышится приятно и хорошо в этой области. Далее, на 4,5-5 кГц у них нет, опять же, никакого пика вот здесь. И получается, что они, вот отсутствием этого пика, они не убивают детализацию. Потому что детализация и расширение пространства идет еще пиком на 8 кГц. Обычно у наушников прям пикуют очень сильно здесь. И это бьет по ушам зачастую в большинстве наушников. А в данном случае на 8 кГц тоже нет пика особого какого-то. А за счет того, что здесь нет пика, они не бьют по ушам. И за счет того, что здесь нет пика, детализация верхняя, верхнечастотная детализация, она не страдает из-за того, что этого пика нет. И он не перебивает вот этот вот 8 кГц детализацию. Прикол вот в этом, понимаете? То есть настройка очень удачная. Дальше, если использовать с FIO-K7, который у меня есть, FIO-K7, вот так, две буквы И. Я слышал у вас сапоусилительом FIO-K7. И на нем я услышал немного ядовитые призвуки на верхних верхах, там где бриллинс, короче, идет и так далее, на 11, 13 и 16 кГц. Все это проверил эквалайзером. Да, действительно, это призвук именно вот на этих вот самых частотах. Но чем дальше я слушал, то ли наушники сильнее прогревались, то ли я как-то больше привыкал. А склонен к тому, что наушники сильнее прогревались, потому что свою вот именно ушную какую-то память, не знаю, как это правильно назвать, не запоминай, как наушники играют в определенных треках. И потом они вдруг мягче начинают играть. Там спустя несколько дней, там спустя много часов прогрева на высокой громкости под подушкой наушников. То есть действительно планары все-таки греются. И в этом месте они мягче начинают звучать, даже на ярком Fioco 7. Вот, друзья, нарисовал, конечно, график, как попало, тяп-ляп, но я надеюсь, вы поняли, что я вам хотел донести. Именно такую АЧХ я слышу ушами. То есть вот как слышу, я вам график нарисовал. Потом я нашел в сети график. Там немножко на одном графике 8 кГц вообще завалены, там их нет. На другом графике я увидел 8 кГц сильно задраны. Лично я ни завала, ни задира сильного не услышал. А вот как вам нарисовал такую небольшую горочку на 8 кГц, мне кажется, она там такая вот именно и есть. Что-то среднее между теми двумя графиками, которые я находил. А в целом вот моя АЧХ, которая сложилась при прослушивании, вот эта вот вообразимая АЧХ, она вот подтверждается замерами. Прикиньте, насколько, да? Насколько. В общем, что у нас дальше по наушникам? Просто мне нужно было вам показать АЧХ этих наушников, чтобы вы дальше поняли, о чем я буду говорить. Мид плавно заползает на среднечастотный диапазон, не принося, впрочем, при этом грязи, я написал. Так вот, это действительно так. Вероятно, это из-за того, что конструкция динамиков планарная. Собственно, может быть, поэтому грязи на Миду нет. Потому что когда динамик динамический Мидом заползает на нижнюю середину, там начинается грязь. На средней середине и везде. Как это обычно. Если одна частота где-то задрана, то на другой искажения возникают. Вероятно, вот из-за планарности самого динамика там нет этой грязи. Далее. Мид плавно заползает на средне... Дубль два. Средние частоты представлены смягченными и комфортными. Вот о чем я хотел сказать. Если бы здесь Мид гораздо резче и раньше заканчивался, отодвигаясь к самбасу, то среднечастотный диапазон выглядел бы ярче и резче. За счет этого. А так как Мид больше заползает на среднечастотный диапазон, то среднечастота кажется более плавной, более мягкой. Больше кажется веса у инструментов, больше теплоты какой-то. То есть они как-то массивнее звучат. Именно из-за этой АЧХ. Понимаете прикол? Далее. Середина имеет плавное пологое перетекание в нижнее и верхнее, которые, впрочем, не имеют какого-либо акцентирного усиления и воспринимаются комфортно с достаточной четкостью. Если кто не понял. Если кто не понял. Я имел в виду, что обычно, как? С килогерца и резкий задир на 2,5 килогерца на область вокала идет. Херак и там, ну прям горка такая американская. А здесь плавно заходит, плавно, прям полого заходит. Но при этом вокал никуда не девается, он никуда не теряется. Его слышно, его хорошо слышно, этот вокал. Нельзя сказать, что он осязаем как-то, этот вокал. Что чувствуется в воздухе. Тут приходится жертвовать. Либо у тебя наушники вот такие вот. И ты там слышишь вокал вот такой, там слышишь вот это все. Но как-то оно вот негармонично. Все ты толком не послушаешь вот это вот как-то длительное время. Либо это все будет мягко, плавно и кайфово, где все нормально слышно. Но вот АЧХ вот такая вот. Плавно и кайфово. Ну вот кайфово, я ее считаю. Почему кайфово? Потому что оно удобное. Она тебе не приседает на уши. Она не заставляет тебя их спустя полчаса снимать с головной болью. Че это фу? Понимаете? Это именно такая АЧХ, которую ты можешь часами слушать. Такая дружелюбная, комфортная, кайфовая АЧХ. И вот за счет того, что здесь нет этого ярко выраженного пика, потом опять же нет пика на 4-5 кГц. Идет детальность на 8 кГц. Там тоже пика нет, но детализация никуда не прячется, она не скрывается. Она не маскируется пиком на 5 кГц. Вот что я хочу до вас донести. Это очень комфортные наушники, в которых высокая детализация. Далее, ВЧ после 3-4 кГц имеют плавный спуск до 8 кГц, где все тоже очень аккуратно. И пика на 8 кГц не ощущается. Вот что немаловажно, друзья мои. Вам не режет уши вот это излишнее. Потому что, как обычно бывает, обычно бывает область четкости, разборчивости, в районе 4-5 кГц, она задрана. А чтобы детализация и воздушность наушников не терялась за этими пиками, они задирают 8 кГц. И получается, и там пики, и там пики. Там точеные, а там, сами поняли, что. Там пики точеные, а там еще одни пики точеные. И получается, что в верхнечастотном диапазоне наушники пикуют очень сильно. И поэтому ты их слушаешь, но комфорта нет. И ты слушаешь, и грязь слышна. На верхних частотах, в середину как-то она пролазит сверху. И ты слушаешь, ну вроде как бы аудиофильские, а вроде как-то и хер пойми чё. А здесь они таким образом красиво сделаны, что за счет планара детализация высокая. Ну и пики задирать не нужно. Не там, не там. А там не задрали на 4 кГц пику. И на 8 не за чем задирать, потому что детализация не теряется. Вот прелесть этих наушников. Ну технари, я думаю, поймут. А остальным я объяснил доходчиво. За счет того, что 4,5-5 кГц не пикуют, детализация верхних ВЧ не страдает. О! На 11, 13 и 16 кГц ощущаются неравномерности в виде подъема на этих частотах. И на ярком источнике это отчетливо прослеживается. Однако какого-то явного дискомфорта это не привносит. Вот это вот то же самое, что я хотел сказать. То, что я на графике сказал про яркие Fio K7. На Fio это слышно, но со временем прогрева на наушниках это как-то уходит. То есть, ну как-то динамик разрабатывается, вероятно. И он меньше пикует там. Изначально как-то это прямо было, да. Но спустя несколько дней прослушивания оно уходит. И ты слушаешь, это довольно комфортно звучит. Я имею в виду вот эти вот верхние цик-цики-цики-цики. Они ядовитенько звучали. Но именно на Fio они звучали ядовитенько. На встройке они звучали сглаженно немного, детально и притемненно. Нейтрально, так скажем. На телефоне это звучало что-то между Fio и между встройкой. Тоже красиво, ровненько. С притемненным источником наушники вообще близки по подаче к динамическим. Да. Сцена имеет приличную среднюю глубину и ширину и воспринимается органично. Все, вот тут мы закончили с описанием. И у нас есть теперь свобода для экспериментов. Давайте поговорим о звуке теперь, хотя чем мы занимались. В общем, я бы их мог рекомендовать конкретно для какого-то ровного нейтрального источника. Вот вы взяли вот такой референсный какой-то вот источник, где незадренные области там 8, 5 кГц, там 13 и так далее. Как этот Fio весь K7, вот такое тут. И там это все задирается и оно слышно. Ну, то ли ухо действительно привыкло, то ли я склонен к тому, что все-таки прогрев подействовал. Потому что еще слышна некоторая ядовитинка в некоторых местах, но уже не так, как прежде. То есть наушники все-таки греются. Ну и слух, соответственно, под них подстраивается. Как ни крути, это все равно неотъемлемая часть всей этой аудиофилизмы. В общем, с телефоном великолепно играют. На встройке компьютерной, на топовой хорошей встройке, дорогущей хорошей топовой встройке, подчеркиваю, чтобы не бомбило ни у кого, играют прилично, но может не хватать громкости. По громкости там вот, хватает громко все, но запаса громкости нет. За счет того, что у них низкая чувствительность. Была бы высокая чувствительность, там, колдубасиловый, будь здоров. Но так это планара, у них низкая чувствительность. На телефоне мощность огромная, там с запасом хватает. И Fio K7, он двухватный. Двухватный Fio, там тоже мощности за глаза. Рекомендовал бы к ровному источнику, к нейтральному какому-то. К яркому источнику не рекомендую, к темному источнику, ну к темному вряд ли, к притемненному брать можно. В общем, если возьмете к смартфону, не ошибетесь. Главное, чтобы это был не Redmi. Любой другой. Только не Redmi. И не Tegna. На этом, пожалуй, все. Наушники рекомендовать могу. Мне понравилось, как они играют. Хорошие. Любой жанр. Тут я бы сейчас мог приводить примеры. Nightwish, там, Doro, что угодно. Все я на них слушал, все заходит. Вообще все. И русский рок, и джаз, и блюз, да что угодно. У меня огромная аудиотека. Чтобы я в них не слушал, это меломанские наушники. В том-то и дело, что они универсальны для всего. И знаете, что меня радует? Вот когда приходят наушники довольно высокого класса, ты уже знаешь, что это будут хорошие наушники. Это будут просто очередные хорошие наушники. И радует то, что не нужно тут сидеть такой, ну да, это наушники для всех или не для всех. Вот это для всех. И вот в этом кайф. Ты их взял, ты не ошибся. Потому что в любом случае, ты от них кайфанешь и получишь удовольствие. Это хорошие наушники, которые я рекомендую брать. Это хорошие наушники. Это не те наушники, которые, ну вот под этот жанр. Или вот под этот. Ну не для всех. Ну вот это для всех под все жанры. Каждый что-то найдет В них свое и кайфанет с этого звука 100% Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ступайте в группу вконтакте Колокольчик нажмите И комментарии Оставляйте свои, напишите Ваше мнение по поводу Любой ваш комментарий Он очень нужен И приходите на вечерние стримы И прямо на вечернем стриме можно задавать вопросы Вот я играю Можете прямо в чат вопрос херак А лучше в донат В общем вопросы, что купить, какие наушники Я прямо на стриме залезем На алиэкспресс или еще куда-то И покажу вам что купить и так далее В общем я в принципе ради общения Все стримы даже игровые Чтобы с вами поболтать А не игры поиграть В общем ладно, наушники рекомендую Слушайте хорошую, друзья мои, музыку В мелодичных наушниках Ла 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 Субтитры создавал DimaTorzok